Дорогие братья и сёстры, сердечно вас приветствую, поздравляю с наступившим воскресным днём, с Днём памяти святых угодников Божьих, апостола-евангелиста Иоанна Богослова и святителя Тихона, Патриарху Московского и всей России. И хотел бы наше с вами внимание заострить на прочистенном апостольском отрывке, который мы с вами слышали сегодня за Божественной Литургией. Это 2-е послание Коринфянам, глава 6, 16 стиха. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдете из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я прийму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дещерями, говорит Господь Сидержитель. И так, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». И чтобы нам с вами правильно понимать это чтение, надо несколько вернуться назад и начаться с стиха 14-го. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным». Вот Коринфская церковь, обращенная трудами апостола Павла. И апостол Павел видел, что, несмотря на то, что в Коринфяне многие из них приняли святое Игорь Христово, все же не оставили своих языческих верований и продолжали общаться с язычниками и впадать в страшные для христианина грехи, в особенности же плохие, плотские грехи. И вот мы читаем за богослужением это чтение, а все, что читается за богослужением, дается нам для нашего с вами назидания и спасения. И таким образом возникает вопрос, как же слова апостола Павла могут относиться к нам с вами. Но сам апостол Павел говорит нам о том, что всякое Писание Бога тупновенно. И мы прилагаем сегодняшнее чтение и к самим себе. Многие из нас, и от них же первые есть массы, имеем образ благочестия, благочестия, но силы его отреклись. Что это значит? По внешнему нашему облику мы как бы представляем собой благочестивых христиан. Так посмотришь, и в храм входим, стараемся молиться, исповедоваться, прочеститься. Но силы благочестия, говорит апостол Павел, они отреклись. Что это значит? Это значит, что центром нашей жизни и сокровищем нашего сердца пока еще не является Христос. Мы, подобно коринфянам, так или иначе занимаемся усложнением собственной плоти, собственных своих удовлетворяем свои страстные желания, мысли, наши увлекаются теми или иными земными вещами, да и земному мы отдаем намного больше времени, чем душевному и наипаче духовному. И таким образом мы как бы уподобляемся коринфянам. Хотя и приняли иго христианство, хотя и крестились в имя Христова, и призваны, и дары получали в таинстве миропомазания от Духа Святого для того, чтобы всю свою жизнь трудиться Богу, все равно так или иначе возвращаемся на свою блевотину и продолжаем творить грех. И вот когда мы продолжаем творить грех, отсюда так мало в нашей жизни чудес, или нашего мало так мало и практически незаметно исправления. Человек от воскресенья к воскресенью, от субботы к субботе приходит на исповедь и исповедует постоянно одни и те же грехи, и кается искренне и просит, но грехи остаются теми. Почему так происходит? Наверное, потому, что мы, подобно как коринфяны, еще не оставили общение с велиаром. Что это значит? То есть с грехом. А какая общность дьявола со Христом? Никакой общности нет. И какая общность, может быть, света со тьмой? Тоже никакой общности нет. И Господь нам говорит, что невозможно служить и сатане, Богу мамоне, Богу богатству, богатству, и служить одновременно Христу. И вот нас апостол Павел предупреждает и остерегает, и говорит, что мы должны с вами отречься от греха. И, естественно, прилепиться к Богу. И что же будет тогда? И тогда, как говорит Священное Писание, Бог станет нам Отцом. Бог будет ходить среди нас. А если с нами Бог, то кто против нас? И вот такими святильниками Духа, которые действительно служили именно Христу и отреклись от сатаны, были и святые, которых мы сегодня празднуем. Это святой апостол-евангелист Иоанн Богослов, апостол любви, его называет Церковь, именуя так, потому что он проповедовал любовь и учился. Говорил, заповедь новую даю вам, любите друг друга. Он говорил, что уже заповедь это не новая, но вы все о ней знаете. И призывал любить Бога, потому что Сам Бог первый возлюбил нас. И эту любовь Свою Он проявил на кресте, когда за нас с вами распялся. И также мы празднуем сегодня память святителя Тихона, патриарха московского Евсея России. Это действительно был удивительный угодник Божий. И был такой священнослужитель, потом, к сожалению, один из возглавивших обновленчества, Калиновский, он говорил так, свидетельствовал о святителе Тихоне, что если вы сейчас пойдете и попросите у него денег, то он вам отдаст все, что у него есть, несмотря на то, что домой он пойдет пешком, как это и было недавно на днях. А когда он стал епископом, он был назначен ликарным епископом в Хомские пределы, в Польшу. И надо сказать, что один из галичан, после того, когда он провел там 11 месяцев служения, сказал так, впервые вижу в архиереи человека. Настолько его область был притягательным, настолько его служение было искренним. Я хотел бы вам и себе также зачитать слова самого святителя Тихона перед его рукоположением во епископы и перед его рукоположением посвящению его на Патриарший престол. Они подчеркивают его духовность, они подчеркивают его личность, и они подчеркивают его святость, которую он достиг своим служением, будучи на земле. «Ныне разумею, — говорит святитель Тихон, — что епископство есть прежде и более всего не сила, почесть и власть, а дело, труд и подвиг. И в самом деле легко ли быть всем всяким? Легко ли изнемогать за всех, кто изнемогает, и воспоминяться за всех, кто соблазняется? Легко ли быть образцом для верных слове в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте? Легко ли суметь, когда следует одного обличить, другому запретить, третьего умолить со всяким долготерпением? Легко ли нести ответственность и за себя, и за пасты, и за пастыря? Легко ли все сие? Святой апостол Павел святительствовал о себе по вся дни умирания. И истинная жизнь епископа есть постоянное умирание от забот, трудов и печали. И эти слова он подтвердил своим делом. 11 месяцев он прослужил векарным епископом в Холмской земле, а потом через год был отправлен для проповеди Слова Божия на американский континент. И там среди алиутов, среди жителей Аляски он исповедовал, проповедовал имя Христова, молился за болящих, посещал их. Несмотря на страшные условия, он предпринимал миссионерские поездки по 78 дней, преодолевая расстояние в 30 тысяч километров, проповедуя Слово Божие. И за его время, за 8 лет служения в Америке, он там открыл 60, около 65 православных приходов. И Священный Синод, видя его такое активное служение Богу, ревностное служение, посвящает его в архиепископы. Потом он отправляется и на Литовскую кафедру, и на Ярославскую кафедру. Потом он становится митрополитом московским. И, наконец, становится, избирается на патриарше престол. И вот, что он говорит, когда ему выпал этот жеребий. «Возлюбленные о Христе отцы и братья, сейчас я изрек под членоположением слова, благодарю и приемлю и немалого, вопреки глаголю». «Конечно, безмерно мое благодарение ко Господу за неизреченную ко мне милость Божию, велика благодарность и к членам Священного Всероссийского Собора за высокую честь избрания меня в число кандидатов на патриаршество. Но, рассуждая по человеку, могу многое глаголить вопреки настоящему моему избранию. Ваша весть об избрании меня в патриархии является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач и стон и горе». «И каковой свиток должен был съесть пророк Изякии? Сколько и мне придется глотать слез и испускать сконов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в настоящую тяжелую годину! Подобно древнему вождю еврейского народа пророку Моисею, и мне придется говорить ко Господу, «Для чего Ты мучишь раба Твоего? И почему я нашел милости предочайник Твоими? Что Ты возложил на меня преми всего народа сего? Разве я носил в очриве весь народ си, и разве я родил его, что Ты говоришь мне, неси его на руках Твоих, как нянька носит ребенку? Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Отныне на меня возлагается попечение о всех церковх российских, и предстоит умирание за них во вся дни. А ксим, кто доволен даже и из крепких меня, но да будет воля Божия. Нахожу подкрепление в том, что избрания всего я не искал, и оно пришло помимо меня и даже помимо человеков по жребию Божию. Уповаю, что Господь, призвавший меня, Сам и поможет мне Своей всесильную благодатью нести время, возложенное на меня и садил его легким временем. Утешением и ободрением служит для меня и то, что избрание мое совершается не без воли при чистой Богородице. Дважды она, пришествием в свои очистные иконы в Владимирске, в храме Христа Спасителя, присутствует при моем избрании. В настоящий раз самый жребий взят от чудотворного ее образа. И я как бы становлюсь подчистным ее амахором. Да просплет же она, многомощная, и мне слабому руку своей помощи, и да избавит и Грации, и всю страну Российскую от всякие нужды и печали. Такими были слова святителя Тихона перед его посвящением патриаршества. Как оказалось впоследствии, слова святителя Тихона оказались пророческими. Вот Годину Страшную человек принимает на себя такое ярмо, и что он делает? Он призывает помощь Божию. Пусть это будет и на нашем пути христианском пример того, как надо поступать. Самую тяжкую Годину в своей жизни всегда верить и обращаться к милости Бога, Его Пречистой Матери, Пресвятой Благородицы. Аминь. 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 Продолжение следует...